Граждане Берегите дворцы. Они станут дворцами всенародного искусства. Берегите картины, статуи, здания. Это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Не трогайте ни одного камня. Охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы. Все это ваша история, ваша гордость. С такими словами обратился к народу Совет рабочих и солдатских депутатов в первые дни социалистической революции 1917 года. В этом вызвании было выражено отношение молодого советского государства к культурному наследию прошлого. Вскоре Ленин подписал декреты о взятии памятников на учет, о национализации художественных крупных коллекций и целый ряд других декретов, касающихся охраны памятников. Были организованы государственные органы охраны памятников. Выделены значительные средства для реставрации памятников Московского Кремля, Ярославля и многих других городов. С этого времени все памятники стали всенародным достоянием и его национальной собственности. На огромных пространствах нашей страны сменилось множество цивилизаций и культур. Столетиями хранит земля следы их существования. Археологические раскопки приносят все новые открытия, заполняя древние страницы человеческой истории. В нашей стране археологические исследования ведутся в больших масштабах, во всех районах, где есть культурный слой. Это Афросиад, городище древнего Самарканда. Место предполагаемой столицы Сагдийского царства. На глиняных стенах разрушенного дворца вскрыты росписи, которым почти две тысячи лет. В Крыму на побережье Черного моря созданы крупнейшие в нашей стране заповедники античной культуры. Место предполагаемой столицы Сагдийского царства. В Крыму Золотые изделия, найденные в древних скифских курганах, теперь хранятся в Золотой кладовой Эрмитаже. К счастью, ничто не исчезает бесследно. Тем более, мы должны с вами позаботиться о тех памятниках культуры, которые уходят на наших глазах. Ведь совсем недавно закончилась блестящая эпоха развития русского народного деревянного зодчества. И мы должны принять все меры, чтобы памятники этой культуры вечно украшали землю. Долгое время самым любимым материалом на Руси было дерево. Плотники в совершенстве владели топором. Рубили им храмы и избы, витряные мельницы и мосты. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Деревянные постройки так срастаются с окружающей средой, что кажется, будто созданы самой природой. Разбросаны на бескрайних просторах страны, они не всегда могут быть сохранены. Поэтому близ крупных городов создаются музеи под открытым небом. Малые Карелы под Архангельском один из самых интересных музеев русского севера. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Со сложными проблемами сохранения памятников и исторических центров приходится сталкиваться при обновлении старых городов. Человек хочет сохранить привычную архитектурную атмосферу, связывающую его с историческими судьбами родной страны. Нельзя представить себе Москву без ансамбля Кремля, Красной площади, без живописных многоглавий древних храмов. Кремль и по сей день остается центром Москвы, ее душой. Архитекторы-градостроители совместно с обществом охраны памятников создают в городе заповедные зоны, стараясь образно сочетать старые и новые. Столица Литвы, Вильнюс. Современный, быстро растущий город. Однако, все новое промышленное и жилищное строительство ведется за пределами исторической части города. В старом Вильнюсе, без специального разрешения общества охраны памятников, не может быть сдвинут с места ни один камень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восемь веков прожил город Суздаль. Издревле славился мастерами каменной резьбы, вышивки, росписи по металлу, живописцами. В 19-м веке его деловая жизнь замерла. Ценности, накопленные за века, стали ветшать и утрачиваться. Проблема сохранения исторических и культурных памятников в Суздале решилась только тогда, когда весь город был объявлен заповедником и закон гарантировал ему неприкосновенность. Миллионы людей едут теперь со всех концов земли любоваться его неповторимой красотой. Миллионы людей Современная жизнь быстро меняет лицо земли. Поэтому у всех поколений возник необычайный интерес к далекой и близкой истории. Целые семьи поднимаются и ведут путешествия с тем, чтобы познакомиться с наиболее любимыми историческими местами. И здесь любознательность слилась с глубокой заинтересованностью, с тем, чтобы эти реликвии сохранить для будущих поколений. Таким образом возникли во всех советских республиках общества охраны памятников истории и культуры. Они объединили миллионы людей самых разных профессий. Активисты общества собираются на своих заседаниях с тем, чтобы обсудить самые разнообразные проекты реставрации, проекты реконструкции городов и целый ряд других вопросов, которые реально могли бы помочь и реставрировать, и сохранить, и восстановить эти памятники. Русская школа реставрации имеет давние традиции. Долгое время возглавлял это благородное дело художник и искусствовед Игорь Грабарь. Его сподвижники открыли целые пласты в истории русской культуры. Мир узнал имена Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия. В 1960 году мировая общественность отмечала 600-летие со дня рождения Андрея Рублева. Его именем был назван крупнейший музей древнерусского искусства в Москве. КОНЕЦ Так возрождаются древние иконы, и каждая приносит с собой глубокий духовный образ своего времени и неповторимую красоту. КОНЕЦ 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 Та единственная реставрационная мастерская, которой руководил Грабарь в первые годы после Октябрьской революции, выросла во Всесоюзный центр. Сегодняшние реставраторы – это ученики и последователи тех первых мастеров. Они возвращают к жизни живопись, скульптуру, шитье, металл. Художественные ценности, нуждающиеся в реставрации, стекаются сюда со всей страны. Из старинного русского города Солегалича была привезена целая галерея портретов XVIII века. Реставраторы первыми прочли имя никому неизвестного ранее художника Григория Островского. Первыми увидели высокий уровень открывающейся живописи. Открытие солегалических портретов – новая яркая страница в истории русской культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В реставрационных работах участвуют не только профессиональные мастера, но и любители, прошедшие необходимую подготовку. Студенты многих институтов страны проводят свои летние каникулы на местах раскопок и реставраций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот уже шесть лет участвуют московские студенты физики в восстановлении Кирилла Белозерского монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всех, кто видел древние памятники Самарканда, поражает чистота и сила красок, голубизна стен, куполов, порталов. Секрет их изготовления был утерян много веков назад. После долгих терпеливых поисков, бесконечных проб, расспросов стариков, реставраторы восстановили этот рецепт. История реставрации Самарканда еще раз убеждает в том, как важно хранить традиции древних ремесел. Субтитры создавал DimaTorzok До сих пор мы с вами говорили о том, как залечивают реставраторы раны, наносимые временем. Но есть еще более страшный враг – варварство. То, что может время подтачивать столетия, человек может уничтожить в одно мгновение. Фашистские захватчики в течение четырех лет пытались уничтожить все памятники нашей великой культуры. Они пытались заставить нас забыть историю. Они разрушили и повредили более двух тысяч памятников. И более всего пострадали замечательные памятники в окрестностях Ленинграда. Один из самых известных в мире и дорогих нам памятников – Екатерининский дворец в Пушкине. Ленинград Людям, приходящим сюда сегодня, уже ничто не напоминает о том, как выглядел он 30 лет назад, после нашествия фашистов. Ленинград 30 лет ленинградские мастера-реставраторы возвращают Екатерининскому дворцу его красоту и душу. КОНЕЦ 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 За эти годы Екатерининский дворец стал для нас не просто историческим памятником, но символом нашего противостояния, всем формам уничтожения культуры. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...